В день независимости Республики Казахстан многодетным семьям из села Таврическое Уланского района вручили ключи от новых домов. Также жильем обеспечили медиков, которые приехали работать в сельскую местность по программе с дипломом в село. Решение жилищных проблем, повышение доступности и качества жилья всегда находится в ряду важнейших приоритетов работы государственных органов власти. По программе «Одноэтажный Восток» в селе Таврическое построили четыре двухквартирных дома. Просторное, светлое и теплое жилье получили многодетные семьи и медики. У Арай Мусиной четверо детей. Сельчанка рассказывает, что встала в очередь на жилье еще полтора года назад. Узнав о том, что государство выделяет жилье нашим многодетным мамам, я встала в очередь в ЦОН. С тех пор, вот прошло полтора года, и в преддверии 30-летия Казахстана, независимости Казахстана, мы получили дом. Этим я благодарна нашему Ельбасе Нурсултану Абышевичу и нашему президенту Хасмуджамар Токаеву. Благодарна тем, что сейчас многодетным уделяется хорошее внимание, помогают не то, что было раньше, как без помощи, раньше жили, сами растили. Всего жильем обеспечили шесть многодетных семей и две семьи медиков. В домах созданы все условия для комфортного проживания. Есть горячая вода, центральное отопление, водопровод, санузел. Строительство началось весной. Спасибо государству за такие программы, которые дают возможность получать дома многодетным, которые не имеют возможности приобрести самим, и дают возможность предпринимателям вот так вот работать. В следующем году строительство жилья в селе Таврическое по программе «Одноэтажный Восток» продолжится. Будут возведены еще несколько домов. Три двухквартирных по 85 квадратов и один двухквартирный по 65 квадратов. Строительство продолжается. На следующий год вот еще строится дополнительно. Сколько еще строится? Еще будет построено три дома. У них квадратура побольше, немножко проект другой. В целом по программе развития бывших районных центров в селе Таврическое уделяется большое внимание. Были заасфальтированы километры дорог. Продолжается строительство фока. А в День независимости в центре села прошло также и открытие детской площадки. Долгое время здесь ничего не строилось, но нынче очень большое строительство. Население очень радо. Благодарно государству, благодарно Акиму области о том, что выделили эти средства. И я думаю, что в дальнейшем еще будет лучше. Народ надеется, что летом этого года будут достроены последние дороги, которые не достроены. Летом на площади планируют установить фонтан, заасфальтировать переулки и выполнить другие работы для комфортной жизни сельчан. Алексей Сафонов, Евгений Ищетников, Алтаяк Парад.